27 вопрос 28 вопрос 28 вопрос 28 вопрос 29 вопрос 29 30 30 31 31 32 32 32 33 33 34 34 35 35 35 35 36 36 36 36 36 37 37 37 38 38 39 40 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 43 43 44 42 42 42 42 43 43 45 42 42 42 42 43 43 42 42 42 42 42 43 43 43 43 44 44 42 42 43 43 44 44 44 45 45 45 45 45 48 48 49 49 50 50 50 50 45 43 45 Это 54 50 90 45 44 44 44 44 В течение того, что человек его отправил, так сказать, тоже создано. То есть происходит попадание, а иногда бывает непопадание. Попадание в стекло – тоже событие. Разбиение стекла, изменение, происходящее со стеклом – тоже событие. Падение этих стекол и, как сказать, они разламываются на мелкие части. И это тоже происходит. Всему тому, что вы сейчас услышали, есть начало, потому что мы сейчас говорили о созданных. О человеке, о предмете, о другом предмете, о том, какие изменения с ними произошли. Ну, конечно же, все это создание Аллаха. Человек ничего не создает. Сколько раз человек хотел что-то сделать, и у него не получилось. Сколько раз кто-то бросил камень в стекло, и стекло не разбилось, хотя он думал разбить. Но обычно мы предполагаем, что бросил камень в стекло, и стекло разбивается, потому что оно хрупкое. Теперь есть такой один вопрос, о котором больше тысячи лет уже говорят. Расскажите о речи Аллаха. Много говорили ученые об этом. Но мы скажем то, что достаточно, исходя из того, что говорили ученые, чтобы знать основу. Основу для понимания, основу иметь для понимания, что это означает речь Аллаха. Каляму Аллаха, речь Аллаха. Абу Ханифа сказал в своей книге «Фикху-ль-Апсад». Аллаха говорит, но не так, как мы. Мы говорим при помощи органов речи, выходят буквы изо рта, используем губы, язык, произносим буквы, голос. Но Аллаха говорит, не нуждаясь ни в чем этом, ни в буквах, ни в голосе, ни в звуках. Абу Ханифа умер в 150-м году хиджри. И его книга «Фикху-ль-Апсад» до сих пор приносит пользу и нам принесла пользу и многим другим во всем мусульманском мире. Моя точка зрения, так сказать, это будет слабо сказать, мое убеждение, что для умных людей вопрос о том, что ислам единственная правильная религия, его не существует. Потому что это и так понятно. Это религия ангелов и всех пророков, чтобы элементарные вещи понимать, простые вещи, ясные, очевидные, аксиому признать. То есть здоровое мышление у кого. Но и существует вопрос, актуальный для нашего времени, так же, как и в прошлые века, где брать информацию об исламе. Поэтому есть необходимость объяснить людям, что ученые, которые жили в первые три столетия, один из которых Абу Ханифа, вот их работы, сохраняя в оригинале, если мы будем их изучать, то мы как раз-таки у тех источников, которые дают информацию о том, что говорит самый неоспалимый и единственный сохранившийся источник книги Коран. То, что сказано в Коране и в хадисах пророка, исходя из этого, такие ученые, как Абу Ханифа, объясняли то, что они объясняли о религии. Поэтому каждый должен думать, где он берет информацию, кого он слушает, кто его учитель, понимает ли он то, что ему сказано. Это очень важно, потому что каждый несет ответственность за то, как он определяется, что он определяет в своем сердце, кто он, как он к чему относится. Если вопрос веры, так это самый важный. Тут нельзя допускать никаких ошибок. И поверьте, вы это знаете, должны знать, что основа веры, она даже семилетнему ребенку доступна. Здоровое мышление любого человека с семилетнего возраста до, в общем, до любого возраста, если он в здоровом состоянии, основа религии – это самое ясное. Бог есть, и он несозданный, поэтому о нем нельзя думать, как о созданном, нельзя ему приписывать качества созданных. Аллах Всевышний говорит, но его речь не прерывается. Нет начала, нет конца и нет прерывания. Изменение – это речь, так же, как и сам Аллах, он и меняется. Он и меняется, это значит, его существование неизменное. А изменение – это когда изменяются атрибуты или что-то происходит, одно исчезает, другое появляется. Но Бог – это не что-то происходящее. Это тот, кто дает происходить всему. Ему не присуще, так как созданным, например, молчание, произношение букв, органы, дыхание, голос. Ведь это дыхание, органы, голос, остановка, начало, изменение – это то, что говорит о созданных. Но Бог же не созданный, поэтому мы должны понимать, что если мы говорим о Боге, то мы думаем не о созданных, а о Боге. Что значит вообще думаем? Думаем – это значит отличаем. Говоря о Боге, мы отличаем его от созданных. Думая о Боге, то есть сохраняя вот это убеждение, что он отличается от созданных, в Хуране сказано «Вакалямаллогу мусата клейма». Это означает, Аллах говорил с пророком Моисеем, дал пророку Моисею услышать свою речь, которая ни буквы, ни звуки, ни голоса не изменяется, на какой-то маленький промежуток времени он дал услышать ему. А потом Моисей опять вернулся в прежнее состояние, снятая преграда с его слуха, она была возвращена. И он, так же, как и другие люди, не слышит саму речь Аллаха, но он получал откровение. Ангел Джабраил передавал то, что сказано Аллахом Всевышним. Ангел Джабраил слышит речь Аллаха, которая ни буквы, ни звуки, ни голоса, не подобна речи созданных, и понимал, что ему делать. Не надо представлять атрибуты Бога, просто нужно умом понимать, а это означает умом контролировать, отличать от созданных. Бог не созданный, вот это надо сохранить. Бог создатель созданных, поэтому говоря о нем, ни в коем случае нельзя представлять его атрибуты и нельзя представлять его самого. Двадцать девятый вопрос. Потому что Аллах Всевышний чист от всего недостойного по отношению к Нему, от всех недостатков, поэтому Он отличающийся от всех созданных в своей сущности, в своих атрибутах и в своих действиях. Объясните, что это означает. Аллах, отличающийся от всего созданного. Что имеется в виду? Имеется в виду, что Его сущность, которую нам не дано знать, познать, но нам дано знать, что присуще Богу и что Ему не присуще. Это наше познание о Боге. Сущность Бога не такая, как у созданных. Мы даже сущность некоторых созданных не можем узнать. Тем более понятно, что сущность Бога, которая скрыта от созданных, никто даже в мыслях не может себе позволить, что он узнает все о Боге. Невозможно это. Значит, сущность Бога не такая, как у созданных. Близко к этому, чтобы понять, скажем, существование Бога не такое, как у созданных. И его атрибуты, то есть то, что Ему присуще, присуще только Ему. А у созданных присуще то, что присуще им, что им Бог определил. Поэтому атрибуты, то есть то, что присуще Богу, его атрибуты не подобны атрибутам созданных. Он всемогущ. А у людей бывает мощь какая-то, которая изменяется. Или сила, или увеличение сил, или ослабление. У Бога есть знания, а у созданных есть информация. На основе чего? Познавая что, они понимание имеют. Вот что такое знание созданных. Знание соответствует то, что действительность. Вот это информация. Вот это знание созданных. Информация, которую они приобретают. Бог дает им. И на основании этой информации они имеют какое-то понимание. Что есть что. Чтобы отличать, выбирать. Это жизнь. Но Бог знает все без исключения. Поэтому его знание не такое, как знание созданных. Действие Бога. Он создает. И мы все созданы. Значит, у него есть действие. Но это не движение. А действие созданных – это какие-то движения, изменения. Послушайте внимательно. Запомните это. Действие созданных – это изменения. И указывает на время. Вчера сделал, сегодня делаю, завтра сделаю. Это говорит действие, как глагол, об изменении и времени. Ну, такое же нельзя прописать Богу. Бог создает. Это не связано со временем и ему не присуще изменения. Все, что появилось – это результат действия Аллаха. И нет подобия Богу. В Хуране сказано «Валиллахи л-масалю л-а'аля». У Аллаха абсолютные атрибуты, достойные только Его. И неподобные они атрибутам созданных. Имам Абу Ханифа и имам Бухари вознаградит их Аллаха. Они сказали такое в своих книгах. В одной из книг своих Абу Ханифа сказал «Фи аль-ху та'ала сифату наху фил азали в аль маф'улю хадис». Действие Всевышнего – это его вечный атрибут. А все, что появляется – это результат его действия. Результат действия Аллаха, который не изменяется. И неподобные действия созданных. Традиционно заканчиваем урок, говоря «Ла-иллаха-илла-аллах» «Мухаммаду-расулу-ллаху» «Аллахумма суалли аля саидина Мухаммад» «У аля алихи и сухбихи и салим» «Ассаламу алейкум и рахматуллаху» «Аллаху» «Аллахумма с,» «Аллаха-илла-аллахумма с bubble-ллаху» «Аллахумма саидинжa» «Мухаммаду-расулу» «Аллахумма саидинжайнаrew» Редактор субтитров А.Семкин